Владимир признается, для него три месяца работы с детьми на площадке по улице Фрунзе 16 в Адлерском районе – бесценный опыт. Менее чем через год он уже получит диплом и будет работать учителем физкультуры, да и то, что летом ребята были под его присмотром, тоже очень важно. Игры, какие-то занятия, какие-то викторины, конкурсы, то есть были награждения. То есть в основном все направление было на оздоровление детей и ограждение их летом, в летний период, когда им нечем заняться, чтобы они не пошли не по тому направлению, то есть чтобы они именно приобщались к здоровому образу жизни. Подводя итоги летней кампании, когда проект площадка нашего двора реализовывался в каждом микрорайоне, заместитель главы города Ирина Романец отметила помощь социальных партнеров. Это предприятия и фирмы нашего города, которые не пожалели своих средств и вложили их в оборудование, игровой и спортивный инвентарь. В итоге детям было чем заняться на дворовых площадках. Сколько интересных событий для ребят. Вот отдельная программа участия наших коллективов творческих в работе наших площадок. То есть когда коллективы выходили со своими концертными проектами на площадки, и здесь не только дети собирались, но важна консолидация еще и взрослого населения. Здесь родители, здесь детьми. Тех, кто постарше, город взялся трудоустроить на лето. В итоге Сочи вышел в лидеры по краю. Подзаработать смогли почти две тысячи подростков. За такую организацию процесса благодарственного письма удостоился сочинский центр занятости населения. В целом проект площадка нашего двора реализовывается по инициативе главы города Анатолия Пахома в Сочи пять лет. В этом году он юбилейный и интересен еще тем, что для ребят были организованы экскурсии на производство, например, на хлебозавод, побывали они за кулисами цирка, а также в гостях у депутатов и у Росгвардии. Теперь все это уже история в фотографиях, а студенты, отмеченные сегодня благодарственными письмами главы города, уже продумывают на будущее, как организовать досуг детей следующим летом. Елена Овсецна, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.